Всем добрый день! Рада вас видеть на своем канале! Сегодня готовлю очень простой и вкусный джем из абрикосов. У меня здесь абрикосы примерно 1,5 кг в неочистенном виде. Я их уже промыла и просто вот так вынимаю косточки. Сдавливаю абрикос и делю абрикос на две половинки. Обязательно взвесьте абрикосы в чистом виде. У меня получилось 1,2 кг. Выложите в высокую кастрюлю с толстым дном и добавьте немножечко воды. Грамм 50-80. Только для того, чтобы они не подлипли. И поставьте абрикосы на плиту на достаточно высокий огонь, чтобы они слегка пропарились. Это нужно для того, чтобы шкурка пропарилась и не ощущалась в джеме. Долго пропаривать их не нужно, буквально минут 10-15 до мягкости. Они потом сами пустят сок. Посмотрите, уже достаточно много жидкости. Ничего страшного, не бойтесь, джем не будет жидким. Сахар я использую по вкусу каждый раз. Сейчас на 1,2 кг я беру 800 г сахара. На 1,2 кг абрикосов можно взять 600-700 г. Зависит от вашего вкуса. После того, как абрикосы вы проварили, только потом добавляйте сахар. Хорошо перемешивайте и уваривайте примерно минут 20-30. Банки я использую стерильные. Стерилизую их в микроволновке. Наливаю немного воды и на 4 минуты на полную мощность в микроволновку. Предварительно, конечно, их нужно промыть. Крышечки заливаю просто кипятком на 5-10 минут и вынимаю, чтобы они высохли под воздействием температуры. Посмотрите, джем периодически нужно помешивать, конечно же. Потом будьте очень аккуратны. Ни в коем случае не прикрывайте его крышкой. В крайнем случае можно прикрыть сеточкой. Помешивайте каждые минут 5-7, чтобы не подгорал. Я готовлю на достаточно высоком огне. Первые 10 минут потом снижаю, а на средний огонь и увариваю до нужной желаемой мне густоты. Я увариваю от 20 до 30 минут, как я уже и сказала. В данном случае я показываю джем, уваренный ровно 30 минут. Вчера я приготовила джем и уваривала его 20 минут. Он совсем немного за нюансы отличается по густоте и по цвету. Сегодня у меня выход 3 баночки, 370 мл и вот такая вот мисочка джема. Я думаю, здесь тоже была бы почти целая баночка. Готовьте с удовольствием, надеюсь, вам тоже понравится этот рецепт. Без заморочек для занятых хозяек, у кого нет времени делать джем в несколько приемов. Джем получается не совсем однородный, с небольшими кусочками абрикоса, но шкурка кожица не ощущается. Очень вкусный, ароматный, не меняет свой цвет. Вот я показала в горячем виде. Первый раз, до какой густоты я уварила. И уже в холодном, полностью остывший. Поддержите меня пальцем вверх. Скоро увидимся. Всем пока.